Девушки отдыхают А прямо сейчас можно позвонить по телефону прямого эфира в Белгороде, 78-7801. Со мной в студии Иван Иванов. Он уже собрал вопросы, которые вы разместили в интернете и будет делать это в течение ближайшего часа. Так что задавайте вопросы и держите ответы. А в студии Мира Белогорье сегодня начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашей студии, но прежде чем говорить и отвечать на вопросы телезрителей, давайте коротко обозначим основные темы сегодняшней встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звоните в прямой эфир по телефону в Белгороде, 78-7801. Задавайте вопросы в группах Мира Белогорьев, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграме. Во время нашего эфира мы постараемся ответить на как можно большее количество вопросов, поэтому пишите, звоните, мы ждем. Евгений Владимирович, ну сейчас основная задача департамента цифрового развития Белгородской области – это обеспечение качественного интернета в населенных пунктах, в том числе в социальных объектах. Вот скажите, можно ли утверждать, что на сегодняшний день в Белгородской области во всех школах есть качественный интернет? Ну, во-первых, мы этой задачей обеспечения интернета в школах занимались достаточно много лет. Помимо этого, на сегодняшний день есть национальный проект, в котором выделены так называемые социально значимые объекты. Школы попадают под данную категорию и, соответственно, есть, помимо нашей работы, есть еще федеральное финансирование. И если говорить про конкретно на сегодняшний день, то во всех школах Белгородской области есть хороший интернет. Более того, если мы готовы к вызовам завтрашнего дня и мы готовы технически увеличить эту скорость, в принципе, в несколько раз без каких-либо дополнительных капитальных вложений. Поэтому в этой части мы, конечно же, готовы. Это касается и сельских школ, и городских? Абсолютно. 100% школ в Белгородской области. Для нас сельская школа и городская школа ничем не отличаются. И там и там должна быть качественная инфраструктура. Поэтому абсолютно все школы в Белгородской области. Спасибо. А у нас есть вопрос именно по оснащению школ. Артем Соловьев в ВКонтакте спрашивает. Как выбираются школы для модернизации? Во многих сельских школах компьютерная техника такого уровня, что у детей телефоны мощнее. А про электронные доски, проекторы и 3D-принтеры там вообще не слышали якобы. По какому принципу выбираются школы для модернизации? Ну, естественно, новая техника, она чаще появляется в новых образовательных учреждениях. Мы стараемся в рамках, совместно с департаментом образования, модернизировать тот парк компьютеров, который уже есть. Потребность колоссальная. На сегодняшний день мы оцениваем потребность в более, только в компьютерах, если говорить, более 20 тысяч компьютеров. Это та потребность, которая у нас есть. И вот как раз Вячеслав Владимирович поставил одну из задач с точки зрения проработать именно по модернизации, по инфраструктуре школ. И мы сейчас готовим комплексное предложение. И опять же, здесь нет деления на сельские школы, городские школы. Мы понимаем, что современным требованиям должна отвечать абсолютно любая школа, которая есть у нас на территории. На сегодняшний день идеально оснащенный класс. Что в нем есть? Что в нем должно быть? Это очень дискуссионный вопрос. Мы часто очень спорим с учителями, директорами, потому что о целесообразности, например, наличия 3D принтера, о целесообразности интерактивных досок, интерактивных панелей. И есть очень разные мнения на эту тему. Например, я придерживаюсь той линии, что IT это инструмент, который помогает учителю при обучении, но ни в коем случае не заменяет его. Поэтому для меня наличие интерактивной доски это не показатель качественной инфраструктуры школы. Вот сейчас, опять же, по поручению Вячеслава Владимировича, для того, чтобы проработать концепцию новой школы, мы изучаем опыт лучших школ. Например, даже школа Летова достаточно известная. Для меня было большим удивлением, что... Та идеология, которая у меня есть, у нас полностью совпала. То есть в школе нет ни одной интерактивной доски. То есть это одна из лучших школ, считается. То есть руководство школы несколько лет только изучало весь мировой опыт для того, чтобы вложить его в этот объект. Нет ни одной интерактивной панели. Но внутри великолепный Wi-Fi. То есть это то, что не видно снаружи. И ни одно рабочее место учителя не оснащено ничем. То есть у учителя, когда он приходит в школу, ну, становится сотрудником этой школы, ему выдают служебный ноутбук, с которым он фактически и перемещается. Если ему он нужен в классе, он его использует. Точно так же в учительской он его берет с собой. Вот у них ключевой момент. Они говорят, вот мы делали качественный Wi-Fi, и еще нужно было лучше. И второе, это вы промахнулись количеством розеток в школе, потому что гаджетов такое количество и у детей, и у учителей, что просто не хватает там розеток. Соответственно, мы сейчас вырабатываем вот этот стандарт, потому что, еще раз, например, наличие 3D-принтера. Зачастую в школе он есть, но на него нет ресурсов для расходников. И что такое 3D-принтер? Это инструмент, с помощью которого, например, ребенок может показать результат своей модели, которую он сделал на компьютере. То есть, в принципе, если, например, у нас 3D-принтеры будут не в каждой школе, а в неких там центрах, например, региональных, или в рамках муниципалитетов. То есть, это результат его работы, когда он может ту модель, которую он сделал, воплотить в что-то физическое, что можно пощупать. Поэтому вот это в дискуссии, я надеюсь, родится у нас истина. И ключевая для меня современная школа, это и то, кстати, во что мы уперлись. То есть, надо бежать очень быстро, чтобы оставаться на месте, потому что интернет в школу мы дали. Но инфраструктура в школе, она развивалась стихийно, потому что, когда мы делали интернет, там, условно, компьютер был один, потом второй, потом третий, потом их становилось больше. И вот внутри локальную инфраструктуру, ее развивали также стихийно, то есть, системного подхода не было. И поэтому, для того, чтобы, например, придется делать там качественный Wi-Fi для различных задач, ну, сейчас требуются огромные затраты. И здесь, к счастью, и какая-то федеральная помощь нам обещают, и она заложена. Но и, наверное, нам придется также региональные ресурсы здесь тоже подключать. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я напоминаю, телефон прямого эфира в Белграде, 78-7801. У нас уже есть вопрос к вам, который нам прислали на автоответчик. Он тоже касается школ. Давайте его послушаем. У меня вопрос. По какому принципу выбирали школы по всей области, в которых работают IT-классы? И есть ли в планах введения подобных классов во всех школах? И там предмет, чтобы внедрили в программу среднего образования? Сейчас нам по программе «Навигатор» на бесплатной основе предложили записать детей на разные кружки. Но и моих детей хотели именно робототехнику. Она по всем местам, по приводе занята, и попасть туда совершенно невозможно. Но платная основа для этого удовольствия крайне драготствующая. Спасибо за будущий комментарий. Давайте на две части разделим вопрос. По какому принципу выбирается школа, в которых есть IT-классы? А позже уже про где можно бесплатно получить это образование еще. IT-классы появились в 2017 году. Это был пилотный проект, который мы хотели попробовать реализовать и понять, насколько большая потребность в таких подходах. Поэтому первые шесть IT-классов, которые появились по городу Белгороду, принцип был следующий. Мы посмотрели, где учителя математики, физики, информатики наиболее подготовлены для того, чтобы давать какие-то дополнительные материалы детям. Второй момент. Мы постарались распределить школы на карте города Белгорода таким образом, чтобы если любой желающий, они у нас начинали с 10 класса, захотел бы перевестись в профильный IT-класс, то территориально они не были бы сконцентрированы в одном месте на территории Белгорода. Поэтому вот первый класс выбирались, ну три можно сказать вещи. Это кадры, это готовность инфраструктуры школы и это территориальная распределенность для того, чтобы, так как мы стартовали с города Белгорода, чтобы учесть максимально интересы всех жителей. И большое количество ребят, собственно, перевелись в рамках, мы проводили, ну у нас была компания определенная по популяризации вот IT-классов. Многие дети перевелись из другой школы. Сколько на сегодняшний день IT-классов в Белгороде? После первого этапа количество белгородских IT-классов в принципе не поменялось, но мы пошли в районы. На сегодняшний день IT-классов у нас 56. Задача, опять же, естественно, вот это дать возможность получать IT-образование в абсолютно во всех территориях Белгородской области. С сентября их планируется, что их будет 123. У нас, соответственно, опять же, тоже мы смотрим на кадры, смотрим на подготовку инфраструктуры. Но помимо IT-классов у нас есть еще ряд мероприятий, которые мы стараемся развивать. Например, тот же самый Яндекс.Лицей, который седьмого класса. У нас есть часть аккредитованных площадок. Они тоже бесплатные, кстати, да. Но тут следующая еще проблематика. Для того, чтобы вести занятия в Яндекс.Лицей, учитель должен пройти аккредитацию, обучение, издать экзамены. И если первый год открытия первых Яндекс.Лицей у нас дало 100% учителей, то на второй год не все учителя справились с тестированием. Уложняется программа по мере надо... Ну и у нас квалификация тоже, естественно, мы ее должны подтягивать, потому что у нас на сегодняшний день 800 учителей могут вести информатику. Из них 600 ведут, из них с профильным образованием 200. Остальные это учителя физики, математики, химии и так далее. Спасибо большое, Евгений Владимирович. У нас еще есть проблема по обеспечению качественным интернетом населенных пунктов, в том числе микрорайонов ИЖС. Много поступило вопросов и довольно конкретных. Давайте послушаем один из них. Он пришел на автоответчик. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Меня зовут Илья, и у меня к вам есть вопрос. Мы с семьей проживаем в 20 километрах от центра Белгорода, в небольшом хуторе под названием Угрим. Самая большая проблема Угрима – почти полное отсутствие связи. Мобильная связь ловит урывками только на самых высоких точках. Проводной телефон Ростелеком проводить отказывается, в силу отсутствия технической возможности. Про интернет я вообще молчу, его нет. Мобильные операторы в один голос говорят, что ставить ручку у нас нерентабельно. Неоднократно случались случаи, когда нужно было вызвать скорую или пожарных, и при этом приходилось брать телефон, бежать на самую высокую гору, тем самым теряя драгоценные минуты. А помимо нас еще там живут много инвалидов, пенсионеров, которые вообще без связи и не имеют возможности добираться на самую высокую точку просто для того, чтобы позвонить. Как нам будет? У нас, у жителей, у Грима много вопросов. Что можно ответить на это? На самом деле, я обращений у нас же, в принципе, которые поступают в департамент, достаточно много, и 90% обращений, конечно же, связаны с качеством связи. Причем здесь можно разделить вопрос на несколько. Здесь конкретно вопрос про то, что вообще фактически никакой связи нет. Не то, что она плохая, да. Но, просто честно, вот именно этот хутор, насколько я помню, я его просто помню, потому что обращение тоже, оно у нас было. Любое обращение, которое поступает в департамент, отрабатывается со всех сторон. Но, насколько я помню, это очень малочисленный хутор, где проживает, по-моему, менее 100 человек. То есть, на самом деле, есть обращения, где по статистике проживает, например, ноль людей. Такие обращения тоже есть. Как быть тогда в такой ситуации, что рентабельности нет для операторов, потому что мало населения, но людям нужна связь. Да, но здесь мы стараемся двигаться несколькими путями. Первое, мы на протяжении нескольких лет, то есть, ну, еще раз, это коммерческие операторы. То есть, первое, мы постараемся взаимодействовать с ними. Естественно, там, где у них уже бизнес есть, там, где они могут зарабатывать, они сами без нас туда приходят. Соответственно, те территории, которые для них не совсем привлекательные, но находятся на грани, вот, так скажем, их рентабельности, мы стараемся находить пути государственно-частного партнерства. И за последние несколько лет мы порядка 30 тысяч жителей, где вот была неудовлетворительная, либо отсутствовала связь, мы смогли проблему решить. На этот год запланирована огромная работа в таком же формате субсидирования сотовых операторов. И мы рассчитываем, то есть, если взять всю проблему в комплексе, то у нас либо полное отсутствие связи, либо ее неудовлетворительное качество, порядка чуть менее 500 населенных пунктов, где проживает порядка 90 тысяч человек. К сожалению, есть такие территории, как вот Утар-Угрим. Да, соответственно, если взять, то вот 50% от вот этих населенных пунктов, это порядка 250 населенных пунктов, там проживает менее 10 тысяч человек. То есть очень маленькая плотность. Поэтому с этими территориями мы ищем альтернативные пути развития. Потому что вот из этих 90 тысяч в этом году у нас планы решить проблему со связью порядка 50 тысяч жителей. Мы рассчитываем. В том числе проблеме жителей Хутора-Угрима. Мы еще раз посмотрим на эту проблему, потому что, ну, еще раз говорю, к сожалению, есть территории труднодоступных, вернее, с малой численностью, достаточно с большими капитальными вложениями со стороны операторов. И очень тяжело здесь найти решение. Но, естественно, еще раз мы все проблемы, все обращения, которые будут, мы еще раз на них внимательно посмотрим, постараемся предложить решение. Спасибо. У нас есть похожий вопрос, но уже о большем населенном пункте. Надежда Ивлева пишет. Старый оскол, улица Мира, находится в 5 километрах от администрации города. До сих пор 21 век на дворе. Нет телефонной линии, нет кабельного телевидения, кабельного интернета. Используем интернет, реинфоком и других провайдеров, где скорость просто на 3 с минусом. Особенно в вечерние выходные дни. Хотелось бы узнать, в какой перспективе и какие будут изменения. И будут ли. Ну вот видите, это можно сказать продолжение этого вопроса. Потому что как только в хуторе Угрим появится какая-то мобильная связь, следующий запрос, и таких запросов у нас очень много, придет... Время интернета. Да, дайте... Нам нужен скоростной интернет. 21 век. У нас была такая история, что вначале попросили, мы смогли решить проблему недоступности голоса, потом постарались решить, дали там порядка 10 мегабит в одну семью. А после этого пришел запрос от этой же семьи, что у нас сын увлекается, он геймер, увлекается, и нужно там 200 мегабит. Скоростной теперь нужно. Да, соответственно, что касается территории, вот особенно мы говорим про ИЖС, да, в первую очередь, потому что все-таки там, где территория, ну, городская, где высокая плотность, многоквартирные дома, там высокая конкуренция. У нас одна из самых низких цен в мире за интернет. В Белгородской области? Вообще, в принципе, в нашей стране одна из самых низких цен за интернет. И там высокая конкуренция, то есть там, в принципе, я думаю, проблем нет. Ну да, в ИЖСах, естественно, опять же, низкая плотность и высокая цена. Там есть очень большие проблемы с точки зрения согласования, именно каким образом туда может прийти инфраструктура, но у нас также мы эту проблему стараемся системно решать. Например, вот если взять, там, например, где-то года 3-4 назад, в Белгородском районе, в Белгородской агломерации, фактически нигде не было интернета. На сегодняшний день, вот взять, если Белгород, и вокруг Белгород все районы ИЖСа, почти там, ну, давайте 100%, наверное, это такое, все равно найдутся какие-то очень специфичные отдельные территории, фактически везде есть не просто интернет от различных мобильных операторов, но там у нас есть оптика в дом, фактически. Евгений Владимирович, но здесь вопрос по Старомосколу, это город, и это центр города. Какие-то есть перспективы развития для Старогооскола на этот год? Однозначно, во всех территориях есть планы развития, просто это проблема, ну, еще раз, мы все обращения, которые сегодня поступят, да, это обязательно мы посмотрим, но вот история, даже история, что я рассказывал по поводу, например, микрорайонов ИЖС, например, раньше абсолютно не было обращений из самого города Белгорода, ведь в городе Белгорода тоже большое количество, там, Старый город, то есть тоже есть массивы ИЖС в самом городе, и от них не было обращений. Как только интернет появился в новых, так скажем, микрорайонах ИЖС, а у нас огромное количество, буквально мы даже сегодня встречались с городом Белгородом, обсуждали те территории, те инструменты, которые мы можем применить для того, чтобы решить, то есть это, еще раз, это следующий этап, в начале голос, то есть сейчас у... Если все, по каждому району есть какой-то план развития, в котором ведется... Конечно, конечно. Везде есть набор операторов, с которым мы взаимодействуем, где-то мы предлагаем беспроводные технологии, где-то мы стараемся искать там и решать проблему уже более высокотехнологичными способами, но, еще раз, рельеф, большое количество различных сложностей встречаются, поэтому зачастую это индивидуальный подход к каждой территории. Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира в Белгороде 78-78-01. Звоните, задавайте ваши вопросы, а пока давайте послушаем вопрос автоответчика. Я слышала о программе интернет-равенство. И вот хочется спросить, как она работает. Мы живем в Терре Таврово, в микрорайоне Таврово-5, на улице Зеленая. У нас уже во всем микрорайоне провели интернет, до нашей улицы довели и бросили. Тут такой странный вопрос, кому обращаться, у кого спрашивать. Я звонила в Ростелеком, а мне сказали, что к нам привезти невозможно с каким-то техническим причинам. У кого еще уточнять, каким образом можно нам провести интернет? Почему всему микрорайону доступен, а нам нет? Спасибо. Ну, здесь тоже два вопроса прозвучало. Это цифровое равенство? Да, есть вопрос, что такое, так называемая, программа УЦН, устранить цифровое неравенство. И второй вопрос, непосредственно проблематика, которая есть куда обращаться. Куда? К нам обращаться. В департамент цифрового развития мы готовы, еще раз, мы прорабатываем каждую жалобу, каждую территорию. И иногда просто предлагаем комплексные решения. То есть провайдером собираемся, он говорит, например, если он не... Тем более, что он есть в Таврово, да? Наверняка, я думаю, в Таврово, вот если с хутором Угрим это будет сложно, мы будем искать решение, то в Таврово, я думаю, ну... Надо просто содействовать. Вопрос будет, я думаю, мы тут сможем оперативно прям помочь, я рассчитываю. Думаю, не должно быть проблем. Хорошо, спасибо. Вот, что касается УЦНа. Да, да. Да, значит, у страны цифрового неравенства. Это федеральная программа. Есть так называемый фонд универсальных услуг связи, куда происходит... Все операторы в нашей стране перечисляют 1,2% от своей выручки в этот фонд. Он идет на несколько целей, в том числе на вот задачу устранить цифрового неравенства. В чем она заключалась? Строительство инфраструктуры. Да. В футболе. Вот, да. Значит, она стояла из двух этапов. Первый этап включал в себя населенные пункты от 250 до 500 жителей. Это категория. И заключалось оно в том, что на этой территории появлялся, ну, если просто сказать, столб, на котором есть Wi-Fi, и на территории 50-100 метров от этого столба можно было бесплатно воспользоваться интернетом, авторизовавшись через портал госуслуг. Нам это давало еще что? Так как в этом случае туда приходила инфраструктура, и мы от этого условного столба могли в том числе подключать домохозяйство, то есть совместно уже с операторами. Это была первая часть УЦНа. В этом году запускается, в прошлом году внесены соответствующие изменения в закон о связи, и в этом году запускается вторая часть, так называемая УЦН 2.0, который охватывает, вот у нас угрим попадает несколько раз, пусть попадает, он возвращался. У нас в эту категорию попадают населенные пункты от 100 до 250 жителей. К сожалению, здесь мы не сможем как мухлевать, поэтому вот в эту категорию попадает огромное количество сел, на самом деле, которые есть на территории области. И вот программа немножко изменена, и теперь там будут строиться не наличие Wi-Fi, а наличие базовой станции. То есть, фактически, в этих селах, которые попали в эту программу, появится и голос, и, соответственно, мобильный интернет. А как узнать, кто попал, какие села попали в эту программу? Ну, мы можем, еще раз, мы можем это опубликовать, например, у себя на сайте эту информацию, либо давайте я там в социальных сетях размещу эту информацию. Это, я сейчас точную цифру не скажу, это, по-моему, порядка там 350-400 сел туда попали, и первые, по-моему, порядка 60 объектов, мы надеемся, опять же, это очень сильно зависит от федерального финансирования, потому что мы здесь как помогаем максимально способствуем, но, к сожалению, это не совсем наша зона ответственности. Мы ждем этот список подключений, и давайте продолжим отвечать на вопросы, боюсь, что времени наше эфир ограничено. Да, у нас есть вопрос от Дмитрия Козлова. В районе авторынка нет устойчивой сотовой связи, жалуется Дмитрий. На Зеленой Поляне очень плохо ловит связь. Несколько лет обращаюсь к сотовым операторам, проходят проверки, но ничего не меняется. Одни говорят, что рядом с аэропортом специально блокируют связь, вторые говорят, что местность в Низине. И, ну, в общем-то, почему такая плохая связь в этих районах? Можете ли посодействовать и решить проблему? Зеленая Поляна, аэропорт, авторынок. На территории еще раз посмотрим. С операторами по взаимодействию. Ну, все причины, которые перечисляют, они имеют место, есть и рельеф, там же, ну, как раз, насколько я помню, да, там такая Низина она есть. Ну, есть еще другая проблема. Это в том, что потребление трафика на сегодняшний день растет в среднем в год, там, более 50% мобильный трафик, он растет. Соответственно, и инфраструктура, которая еще вчера, например, работала качественно, на сегодняшний день, ее емкости просто не хватает. Поэтому и на самом деле мобильные операторы, если говорить про их интерес, что они хотят развивать, они, в первую очередь, как раз-таки и модернизируют инфраструктуру в городах, потому что для них это, ну, больший сегмент, и это мы их, как бы, стараемся поворачивать, в том числе и в сельскую местность. Поэтому давайте эту территорию мы посмотрим, но здесь вот несколько факторов, которые на это могут влиять, действительно, и... Главное, что это проще сделать, чем в районах УЖС, в данном случае. Да. Спасибо большое, Евгений Владимирович. У нас есть вопрос с автоответчика. Давайте тоже его послушаем. Скажите, есть ли вообще где-то информация о том, как будет реализовываться очередь проводимости интернета или сопровождение в отдаленных селах? Например, я планирую эту передачу в области, но хотелось бы сделать это там, где будет возможность подключения к интернету. Где вообще можно посмотреть точные списки дат подключения. Спасибо. Ну, давайте так, вот программу УЦН мы разместим, ориентировочные сроки мы тоже покажем, тогда на сайте и в соцсетях тогда я, соответственно, еще пост сделаю. Что касается именно вот четкой некой стратегии развития у операторов, здесь больше как стратегия сделать все, а тактика мы смотрим там, где есть наибольший спрос и туда максимально, куда мы можем подойти. Поэтому одним, например, из условий, не то, что условий, допустим, когда мы находим какую-то территорию, есть несколько обращений, что вот есть проблемы со связью. Мы просим глав поселений, либо там, например, в Белгороде это там управы, для того, чтобы они собрали некий список людей, которые готовы подключиться и под них готовим конкретное техническое решение. То есть мы стараемся все-таки идти из-за того, что проблем очень много и мы не можем их одновременно решить. То есть мы идем от именно тех территорий, которые готовы. То есть есть один человек, а тут есть проблема десяти. Но все-таки мы стараемся решить проблему большего количества людей в рамках ограниченности ресурсов. Да, у нас есть такой вопрос от Романа Никитина. Он говорит, что недавно мэр Белгорода Галдун разместил на своей странице интерактивную карту Белгорода по проводке высокоскоростного интернета. И вот Роман хочет узнать, есть ли такая карта для каждого муниципалитета и улицы муниципалитета или планируется ли она такая интерактивная карта для области? Ну нет, такую карту мы делать не планируем, потому что еще раз, это очень такая тактическая история. То есть мы конкретно прорабатываем проблемную территорию, стараемся найти инструмент решения проблемы и решаем. Потому что еще раз, например, у нас в том же Таврово, в котором было обращение, до того, когда туда пришло оптоволокно, которое сейчас в доме позволяет дать любую скорость фактически, но до этого у нас не было такой возможности и несколько лет назад в Таврово был доступен беспроводной интернет достаточно, ну, относительно высокого качества. Поэтому где-то, где мы не можем решить, например, на высоком уровне проблемы, мы ищем какие-то возможно переходные решения. Все-таки, Евгений Владимирович, вот запрос есть, и он очень большой, у людей увидеть, где что будет строиться, хотя бы на ближайший, на этот текущий год. Так что, надо где-то нам это все посмотреть. Мы на сайте департамента разместим тогда первое, это программу УЦН. Учередь подключений, да, какие селы попадают. С голоса, да, это, что попадает в УЦН вообще, и что попадает в рамках 2021 года, что подпадает под нашу программу областную в рамках ГЧП, то, что мы планируем субсидировать операторам для того, чтобы вот, то, что я говорил, порядка 50 тысяч жителей, мы планируем обеспечить в этом году более качественной связью. Этот план разместим, ну и какие-то стратегии тогда по территориям. Я думаю, это будет полезно. Полезная информация для жителей районов УЖС и отдаленных населенных пунктов. У нас еще один вопрос на автоответчик, давайте его послушаем. Скажите, пожалуйста, вот я слышала, что можно консультироваться с врачом в поликлинике онлайн. Как можно получить такую консультацию? Надо ли за нее платить? Какая там очередь или это запись? И это касается всех поликлиник по всей области? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Спасибо. Что касается услуг телемедицины, к сожалению, пока мы не можем говорить о том, что этой услугой может воспользоваться, вернее, любой житель Белгородской области может ей воспользоваться. Но на сегодняшний день это было запущено в первую очередь для того, чтобы получить консультацию по, вот в рамках истории с пандемией. и вы можете зайти на сайт нашего регионального портала госуслуг, там есть соответствующая кнопка, там есть расписание врачей, вы можете выбрать удобное для себя время и удаленно получить такую консультацию. Естественно, эту технологию мы хотим дальше тиражировать на другие консультации. Но вот если говорить про сегодняшний день, пока у нас доступна только консультация. Только на вопрос о коронавирусе. Бесплатная онлайн-консультация, но в перспективе можно будет такие консультации проводить по вопросам других заболеваний. Я очень на это рассчитываю. Я как бы первый сторонник, чтобы эти технологии у нас развивались. Евгений Владимирович, вот еще вопрос по поводу медицины. Сейчас многие хотят записаться на вакцинацию от коронавируса. Сделать это можно онлайн на госуслугах, но и также это можно сделать через МФЦ. Прийти туда, если не получается онлайн, как-то это сделать тоже ведь можно. На сегодняшний день 98% жителей Белгородской области зарегистрированы на портале госуслуг. Мы уже жизни не представляем без этого порта. Ну да, есть такие примеры на самом деле. Соответственно, записаться на вакцинацию можно либо на портале госуслуг, либо на нашем региональном ресурсе 2dr.ru. Соответственно, то и то, эта запись, она работает и работает с одним и тем же расписанием. Просто это два окна входа. Что касается, если у вас не получилось, то вы можете обратиться на телефон горячей линии МФЦ, и там постараются помочь выполнить эту процедуру на портале госуслуг, например. У нас размещены инструкции, например, на сайте МФЦ, полезная информация, есть пошаговая инструкция, если у вас возникли какие-то трудности. И если у вас в этом случае все равно возникли какие-то затруднения, у вас не получается, в МФЦ мы не записываем на вакцинацию, но у нас везде есть компьютеры самообслуживания и наши специалисты помогут вам полностью в режиме сопроводят от и до для того, чтобы вы записались. Помогут, направят. В том числе, это мы считаем некий такой инструмент, потому что мы бы хотели, чтобы, ну, то есть мы как проводники современных технологий через МФЦ некий такой образовательный кейс для того, чтобы... Спасибо. Вообще у нас много вопросов поступило, которые касаются работы МФЦ, чтобы детально с ними разобраться. Мы связались по скайпу с руководителем МФЦ Белгородской области Олесей Митякиной. Здравствуйте, Олеся Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть к вам вопросы от телезрителей, связанные с работой многофункциональных центров. Давайте послушаем один из них. Он к нам пришел на автоответчик. Послушал, что теперь по данным паспору можно идти быстрее в МФЦ от специального кабинета. Скажите, пожалуйста, как именно с ней работать, какой пакет документов для этого нужен? И там уже по моей отпечатке пальцев и вся личная информация остается. Насколько это безопасно, насколько эти данные под защитой. И заодно под вопрос о оплате такой сплошной. На этом оплачивается со скидкой, как на госуслугах, или по полной стоимости. Олеся Анатольевна, хорошо, слышите вопрос. Да, все понятно. Речь о криптобиокабине, новом оборудовании, которое у нас работает, вот, уже успешно, и многие люди обратились. Пакет документов стандартный, вам потребуется паспорт гражданский по территории Российской Федерации или свидетельство о рождении, если это ребенок. Обязательно действующий загранпаспорт, если таковой имеется, потребуется информация о вашей трудоустройстве за последние 10 лет. Госпошлина в этом случае будет полная, это 5000 для взрослого человека и 2500 для ребенка. Скидка в 30% здесь не действует, скидка, это как раз таки стимулирует, чтобы вы самостоятельно через портал госуслуг получали услуги. Процедура абсолютно безопасна, информация напрямую уходит в систему МВД МИР, проходит проверку у сотрудника МВД, все это в онлайне происходит, при положительном решении отправляется на госзнак для печати вашего паспорта. Готовый паспорт нам передается и также активируется через криптобиокабину. Спасибо, Алексей Анатольев, у нас еще вопрос из социальных сетей. У нас есть вопрос от Алексея Руцкова, он прислал его на фейсбук. Здравствуйте, у меня родился сын, первенец. Можно ли через МФЦ сейчас в режиме онлайн оформить свидетельство о рождении и как это правильно сделать? Алексей живет в Старом Москове. Хочется поздравить Алексея с таким радостным событием. На сегодняшний день действует все еще бумажный вид документа, то есть онлайн получить свидетельство о рождении пока что нельзя. Белгородская область активно тестирует суперсервис по рождению, но на сегодняшний день все-таки придется прийти в МФЦ и получить бумажное свидетельство о рождении. А вот, например, такой документ, как СНИЛС или сертификат о материнском капитале в бумаге получать не придется, приходить не нужно, он автоматически появится в личном кабинете у мамы. Олеся Анатольевна, давайте также напомним телезрителям о хорошей новости, что с недавних пор в МФЦ также можно получить услуги соцзаконимащих, соцзащиты. Например, выплаты на первого ребенка. Да, действительно, все услуги соцзащиты, весь спектр услуг можно получить в любом МФЦ Белгородской области. Причем, вне зависимости от регистрации обратившегося, экстратериальный принцип здесь работает в полном объеме. Спасибо. У нас есть еще вопрос. Добрый день. Мне нужно подтверждение учетной записи на госуслугах. Можно ли это сделать дистанционно или нужно лично приходить? За этой услугой обязательно нужно явиться лично хотя бы один раз. На территории Белгородской области удостоверяющих центров более 400, это не только МФЦ, это и МФЦ, и отделение пенсионного фонда, и многие банки подтверждают учетную запись на госуслугах. Нужно один раз прийти, подтвердить, с паспортом подойти, подтвердить свою личность. Хотела бы попросить очень серьезно относиться к вашему логину и паролю. Это ваш так называемый электронный паспорт фактически на сегодняшний день уже происходит. Не раздавайте доступ к вашему личному кабинету. Если где-то в ведомстве у вас просят логин, пароль, не нужно его предоставлять. Можно самостоятельно ввести где-то на компьютере общего доступа. А дальше сотрудник вам поможет получить услугу, проконсультирует. Спасибо. Алисия Анатольевна, у нас есть еще вопрос с автоответчика, который касается оформления льготного проездного. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Я студент. Сейчас в ведомстве услуги вроде можно оформить льготное проездное на карте. Компьютера у меня нет. Телефон сейчас тоже в таком состоянии, что приложение не могу на него скачать. Я так понял, что все это может быть на банковской карте. Но где это можно оформить? Как понять, сколько поездок в месяц у меня есть и сколько осталось? Я же был абордом. Спасибо. Если у вас какие-либо трудности возникли с выходом в интернет или с наличием техники, оборудования, вы всегда можете прийти в любой МФЦ области и воспользоваться компьютером общего доступа. Там всегда настроен выход на портал региональный или федеральный государственных услуг. Для получения этой конкретной услуги потребуется войти в свой личный кабинет на портале госуслуг, ввести информацию о вашем учебном заведении и информацию о карте, которой вы будете пользоваться как льготной. Услуга очень простая. Если у вас нет по какой-то причине учетной записи, в МФЦ вам помогут ее сформировать. А где посмотреть, сколько осталось поездок, сколько израсходовано? Есть открытый ресурс, это lk.informsety.ru Можно самостоятельно зайти с любого ресурса, а также на компьютере общего доступа в любом МФЦ можно зайти, воспользоваться, ввести данные по своей карте и увидеть все поездки льготные и нелеготные. Там достаточно много полезной информации. Спасибо. Еще один вопрос к вам, Алисия Анатольевна. Давайте послушаем тоже с автоответчика. Пожалуйста, объясните еще раз, как оформить проезд в шельфинном транспорте для пенсионеров? На сайте госуслуг немножко непонятно. Спасибо. Можно ли, Алисия Анатольевна? Для пенсионеров на сегодняшний день, к сожалению, через портал госуслуг эта услуга недоступна. Это можно сделать только через МФЦ. Нужно подойти в любое отделение, предоставить паспорт, в заявлении указать номер карты, который будет пользоваться как льготный и получать услугу. В скором времени, думаю, выведем и на портал тоже услугу не только для студентов, но и для всех остальных льготников. Спасибо, Алисия Анатольевна. Напоминаю, у нас на связи по скайпу была руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина. Также напоминаю, телефон прямого эфира 78 78 01. Это телефон Белгороди. Звоните, задавайте ваши вопросы в группах Мира Белогория в социальных сетях. Евгений Владимирович, снова к вам обращаюсь. Хорошая новость для всех нас. Скоро в России появятся новые мобильные приложения. Это здоровье, дом и авто. И, насколько мы знаем, наш регион пилотный для приложения здоровья. Расскажите, что это будет и как это будет работать? Мы вообще стараемся всегда участвовать во всех пилотах, которые запускаются по цифровизации. Вот, например, Олеся Анатольевна рассказывала по поводу, был вопрос по поводу свидетельства о рождении. То есть я очень рассчитываю, что в этом году есть такой суперсервис, в рамках которого фактически при рождении ребенка мама в мобильном приложении будет вводить и придумывать имя. И, как такового, бумажного свидетельства уже не будет. То есть этот суперсервис будет автоматически делать все остальные задачи, ну, получать с НИЛС, все, что необходимо при рождении, еще там находясь в роддоме, не выходя никуда. Не надо больше папу отправлять за бумагой. Ну, это вообще наша основная цель. Вообще, IT это инструмент, который должен работать очень незаметно и автоматически решать огромное количество проблем. То есть вот мне очень нравится пример, когда были льготы, оформляли выплаты для родителей от одного до трех, от трех до семи, вот то, что Владимир Владимирович обозначил, нужно было на портале госуслуг заполнить парочку форм. То есть сами проверяли, вот моя супруга проверяла, то есть, в принципе, он говорит, это очень удобно, классно, буквально две минуты. Но на самом деле классно было перед Новым годом, когда Владимир Владимирович сказал о том, что еще будут определенные выплаты, и тогда никто ничего не делал. Просто всем, кому положено это, пришла смс-ка на телефон о пополнении баланса. Вот мы стремимся именно к таким услугам, что государство должно оказывать эти услуги максимально незаметно. А теперь, что касается приложений. помимо приложения госуслуги, сейчас будут появляться различные дополнительные приложения. Вот, например, уже появилось такое приложение, мы там тоже в пилотном проекте, это платформа обратной связи, она уже доступна. В ближайшее время фактически можно сказать, что с дня на день появится приложение госуслуги моё здоровье. Это отдельное приложение, которое будет агрегировать все вопросы, которые фактически это в перспективе, то есть завтра это не появится, но туда будет агрегироваться вся ваша информация, ваша личная карта, таблетница, наличие карты аптек и всевозможные снимки, которые вы делали. То есть это приложение, которое будет со временем, естественно. И вот то, о чем мы говорили и телемедицина, это единая точка входа для человека по взаимодействию с системой здравоохранения. Там будет все. Мы в числе трех регионов пилотных, то есть мы, Московская область и еще один субъект втроем полностью тестируем это приложение и да, для белгородцев оно будет доступно одним из первых. Два других приложения... А как долго это тестирование будет происходить? Сложно сказать пока. Ну да, сроки несколько раз переносились ввиду большого количества интеграции. Ну там достаточно сложная система, поэтому мы рассчитываем, что в ближайшее время все-таки оно появится. Насколько мы знаем, еще некоторая трансформация ждет и портал госуслуги, без которого мы уже не мыслим в своей жизни, что в конце марта он должен как-то измениться. Действительно, это так? Что это будет за изменение? Ну изменение, любое изменение федерального портала подразумевает улучшение доступности тех сервисов, которые наиболее популярны, для того, чтобы человеку было проще их найти и появится по планам голосовой помощник, который также будет помогать при решении тех или иных задач. Поэтому да, это кстати достаточно в течение нескольких месяцев планируется, что данное обновление появится. Поэтому вот на федеральном уровне будет несколько платформ, которые будут новые, с помощью которых тоже мы надеемся облегчить жизнь Белгородской области. Спасибо большое. Друзья, телефон прямого эфира 787801 и предлагаю послушать еще один вопрос с автоответчика. Скажите, пожалуйста, правда ли будет система бесплатных пересадок в общественном транспорте? Вот я, например, на работе езжу на двух автобусах. И хотелось бы узнать, если это так, на каких маршрутах будет работать эта система и когда будет этот переход. Спасибо. В Белгороде разрабатывается новая концепция маршрутной сети. Она уже, в принципе, разработана. Ее можно посмотреть на сайте. Это то, что на сегодняшний день утверждено, но есть рабочая группа из представителей города Белгорода, правительства, экспертов и, возможно, какие-то изменения в этой маршрутной сети. Однако, ее суть, что в черте города Белгорода можно будет пересаживаться бесплатно. Технически это будет работать следующим образом. На сегодняшний день у нас порядка 90% жителей белгородской агломерации используют в качестве оплаты проезда банковскую карту. Эта процедура потихоньку дальше растет. А, соответственно, при повторном прикладывании карты в черте города Белгорода в течение, ну, опять же, эта цифра, она у нас варьируется порядка 30 минут планируется, либо 45 минут, вот для того, чтобы, например... Это время на пересадку, да? Да, это время на пересадку. Ну, например, вы сели в автобус, я не знаю, там, например, в районе, там, Конева, оплатили проезд и для того, чтобы там доехали в течение получаса в другую точку города и пересаживать, чтобы вот этого времени не хватило. То есть изначально мы планировали 30 минут, сейчас эта цифра пока предварительно 45, но, возможно, какие-то корректировки. Но технически мы к этому готовы. Система протестирована, у нас была такая группа добровольцев, можно сказать, которые вот именно тестировали саму систему и протестировали в прошлом году, поэтому здесь мы технически готовы. Вот еще раз, если, но в этом случае пересадка с помощью, если вы оплачиваете проезд наличными деньгами, будет невозможно. То есть только карты. А на каких маршрутах это планируют водить? Планируется, вот на сегодняшний, что пересадка будет бесплатна в черте города Белгорода. На всех маршрутах? На всех маршрутах в черте города Белгорода. А когда должно это уже вот-вот наступить? Ну, я здесь, наверное, все-таки это прерогатива города Белгорода, потому что все-таки это город Белгород, Белгородский район. Насколько я понимаю, вот план сейчас немножко корректируется с учетом всех пожеланий, которые поступают в первую очередь от жителей, учитывают, стараются учесть все обращения. Очень болезненный вопрос, поэтому вот по датам, наверное, все-таки здесь больше. Надеемся, что это ближайшая перспектива наша, ближайшее будущее. У нас есть еще один вопрос, он тоже пришел к нам на автоответчик и тоже касается транспорта. Давайте его послушаем. Прошу объяснить решение вопроса по львотному проезду в автомобильном транспорте при городсообщения. При переходе на электронную систему оплаты были не учтены права пригородного проезда. Шкатерева Анна Дмитриевна. С 1 января января у нас вся льгота оцифрована. То есть на сегодняшний день талончиков больше нет. Вот как раз таки это к тому вопросу, о чем я говорил ранее, что это некая талонная на самом деле для нас модель. На сегодняшний день эти талончики никто не выдает, никто потом не принимает, не подсчитывает. Все делает сама система. И, например, только в городе Белгороде 80 тысяч человек ежемесячно ходили за этими талончиками в различные ну там это было в МФЦ и еще в ряде других точек, где можно было вот эти талончики приобрести. На сегодняшний день вообще никуда ходить не надо. Соответственно, раньше была возможность, ввиду того, что фактически талончик можно было монетизировать, то в ряде маршрутов можно было рассчитаться одновременно несколькими талончиками. На сегодняшний день у нас невозможно внедрить или оцифровать любую отрасль, вначале не унифицировав все бизнес-процессы. Поэтому у нас есть определенное количество льготных поездок и в рамках одной поездки положена одна льгота. Это некая унификация, которая у нас есть. То есть поездки накапливаются, начиная с 1 января на сегодняшний день действует то, что вы, если не потратили часть поездок из 20, например, если мы говорим про город, в основном из 20 поездок по всем муниципалитетам, то они накапливаются до 31 декабря. Но в рамках одной поездки, сколько бы она ни стоила, например, в Белгороде, если вы едете в черке города Белгород, она стоит 20 рублей и вы платите, получается, вам дают скидку не 50%, а 10 рублей. А если вы едете, например, в рамках из Белгорода в Белгородский район, где проезд будет стоить 30 рублей, 40 рублей, то все равно будет учитываться одна льгота, то есть 10 рублей. Да, возможно, где-то это перестроило некий сложившийся уклад, что можно было, например, можно было пятью талончиками рассчитаться. Оплатить одну поездку сразу. Да, но сейчас это унифицировано и работает именно так. Одна поездка, одна льгота, мы считаем, что это правильно. Спасибо, Евгений Владимирович. Я напоминаю, что вопросов об общественном транспорте, точнее, уточняю, об оплате у нас много. Поэтому в следующую пятницу мы пригласили в эту студию генерального директора единой транспортной компании Александра Васильченко, который на эти вопросы ответит. Мы будем говорить о транспорте в следующую пятницу. А сейчас давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора. У нас есть вопрос чуть на другую тему от Елены Ивановой. Елена пенсионерка. Ее интересует, есть ли в настоящее время в Белгороде какие-нибудь бесплатные курсы цифровой грамотности для пенсионеров? Такие курсы есть, но они на уровне именно правительства области не проводятся. У нас есть отдельно блок, связанный с кадрами для цифровой экономики. Там, конечно, немножко, я так просто понимаю, что здесь вопрос более, речь идет о неких фундаментальных навыках компьютерной грамотности. Что-то основное. Совместно в прошлом году с Технологическим университетом разработали набор программ. Их было семь программ. И любой желающий белгородец имел возможность бесплатно пройти вот этот курс переподготовки. Такой возможностью воспользовалось порядка 8 тысяч человек. А сейчас что-то есть? Пандемия, наверное? Эти же курсы мы оставляем, будем продлевать. Но здесь запрос немножко другой. Это запрос, связанный с такими базовыми навыками. Наверное. Но я предлагаю, если такой запрос есть, давайте мы соберем через МФЦ, опять же, можем собрать специалисты и желающих. желающих, и подготовим такие курсы. Если есть запрос, то мы с радостью готовы обращаться к всем желающим в департамент напрямую или в МФЦ? Давайте через МФЦ. Я соответствующее поручение дам для того, чтобы в МФЦ мы соберем потребность, потому что в том числе на сегодняшний МФЦ и выполняет отчасти эту функцию. Огромное количество мы через МФЦ, у нас более полутора миллионов услуг в год и цифра растет, потому что соцзащита, то есть фактически у нас должны быть два канала коммуникации. То есть идеальная схема, когда то, что я рассказывал, услуга оказывается вообще незаметна, но, к сожалению, есть огромное количество пока ограничений. Это второй инструмент, это МФЦ. И вот из этих полутора миллионов услуг есть услуги, которые можно в течение буквально нескольких минут получить дома, сидя за компьютером. Особенно там услуги пенсионного фонда и так далее. И многие, кто к нам приходят, мы спрашиваем, давайте мы вам не услугу окажем, а мы в рамках вот того же компьютера, который есть у нас в каждом МФЦ такого самообслуживания, поможем и расскажем, как вы можете воспользоваться и получить эту информацию самостоятельно, в принципе, к нам не обращаясь. Поэтому давайте по этой инициативе. Можно собрать группу и заинтересовать. И мы подумаем, какие компетенции мы можем развить. У нас есть такое обращение, крик души практически от Ольги, детским садам в селах тоже необходимы новые технологии. Будут? Не только в селах. Не только в селах. Детские сады, к сожалению, вот я в начале программы сказал, что есть так называемая категория социально значимые объекты. К сожалению, они в категорию СЗО не попали. Соответственно, мы, но мы прекрасно понимаем и абсолютно согласны, да, то есть просто у нас был приоритет, все-таки у школ был немножко приоритет, но, опять же, время было, что были приоритеты повыше. Сейчас мы этим вопросом занимаемся. Из проблемных детских садов у нас их порядка 180, ну, чуть меньше 200, там, порядка 180 детских садов, где есть проблемы. То есть это либо отсутствие интернета, либо он там, ну, старые технологии, которые не позволяют обеспечить современные потребности. В этом году мы планируем порядка, ну, больше 50% в этом году мы решим проблему, то есть план, что в 2022 году не будет таких садов. Не будет проблем с интернетом в садах. Не будет, вот я здесь просто разделял две вещи, то есть не будет, то есть в каждый сад придет высокоскоростной интернет. Что касается, опять же, потому что любая, ну, мы когда это сделаем, появится следующий спрос, появится запрос наверняка на какие-то современные технические средства, которые можно применять для обучения, возможно, для там работы каких-то специалистов, воспитателей и так далее. Поэтому они сто процентов появятся, и это будет следующий запрос. Поэтому говорить, что проведя интернет, мы решим все проблемы. У нас сейчас есть детский сад вот в Белгороде, где детей с прошлой, по-моему, недели начали обучить программированию. проект называется «Рыцарь кода». Прямо трехлетних? Не трехлетних, старшие группы, да, то есть это на планшете дети старших лет, ну, 6-7-летние ребята, они реально делают игры, мультики, и я вас уверяю, это очень захватывающе. Вот мой ребенок тоже 6 лет, это просто, ну, ему очень нравится. Прислое, что даже я его ограничивал до 6 лет, были ограничения на использование любых вот гаджетов. Заходит очень легко. 6 лет он дорвался до планшета и теперь хочет сразу всему научиться. Очень классно, очень классно, потому что ребенок понимает многие вещи в игровой форме, он понимает, что такое там, не знаю, оси координат, он начинает понимать первые там английские слова, которые он начинает учить буквально за первые 10 минут, потому что у него совершенно ассоциативно, да, совершенно другие, то есть он это учит не потому, что там заставляю, это потому, что эта кнопочка ему нужна для того, чтобы там объект сделал два шага вперед и поэтому он это понимает немножко на другом уровне. Простите, прерыву вас, хотя эта тема интересная, можно долго об этом говорить. У нас еще есть вопрос, автоответчик, давайте его послушаем. Добрый день, к вам обращается житель села Берюч, Ларвовского района Белгородской области, чтобы высказать свои пожелания, которые вынуждают не кубишная сотовая связь в нашем поселке, и это касается не только берюча, но и 10 лежащих поселков в округе. Про интернет нужно только догадываться, если со связью такие напряженности возникает. Чтобы поймать антенну, нужно выходить на возвышенность, и что является очень недавно, заявленные операторами услуги, которые оплачены, они не могут предоставляться в связи с тем, что связи практически нет нормальной. Но нужно увеличить число выше как интернет-свёдорных с учетом нашего ландшафта и прибыли сотовых компаний. У нас дают с первого века нанотехнологии. С уважением, следует. Вот из Берича Валуйского района у нас много вопросов. Действительно, есть проблемы. И услуги оплачены, просто связи-то хорошей нет. Мы договорились, что мы выложим все населенные пункты. Это очень... Проблем много. То есть, я уверен, что если аналогия такая, возможно, что если 10 лет назад кому-то предложить по техническим причинам, я не знаю, мы у вас отключим воду на неделю или интернет на неделю, вопрос, ответ был бы однозначный. На сегодняшний день, я думаю, огромное количество людей скажет, мы лучше недельку без воды посидим, чем без связи. То есть, потребности у людей растут, потому что современные технологии, современные сервисы, которые там, те же самые госуслуги, запрос есть. Мы, еще раз говорю, вот по 90 тысяч жителей, это та проблема, которую мы видим, это полный анализ Белгородской области. Я вот даже с собой взял такой анализ. Это почти 500 населенных пунктов. Более половины будут решены в этом году. Весь этот список мы дадим по этому всему. Мы надеемся увидеть список сел, хуторов, микрорайнов ФЖС, которые будут в очереди на подключение в этом году, про которые мы сегодня говорили. Все вопросы, которые прислали нам телезрители, мы не успели сегодня их озвучить и ответить на них. Мы также передадим вашему департаменту, чтобы они были адресные и конкретно решены. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Спасибо, что вы сегодня были с нами и отвечали на вопросы. Спасибо, Ваня. До свидания, дорогие телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова